Костя Журавлёв Я очень рада сегодня быть с вами Я очень давно была в Череповце Мне кажется, что с тех пор прошло 15-17 лет Помню, что была в этом городе на гастролях И причём мы были вместе с Димой Олениным здесь И он мне тогда показывал город свой родной, любимый И вот время пролетело очень быстро Сегодня ехала, пока успела посмотреть только улицу Ленина Но город такой, какой-то немножко сказочный Такой зимний, такой добрый, такой светлый, чистый Очень нравится всё Я в восторге Мы тоже от вас в восторге Потрясающе выглядите, к слову Спасибо Гастроли были только с русским радио или какие-то театральные? Театральные гастроли у меня в Череповце никогда не было Я вот первый раз приехала со спектаклем Со своими коллегами, любимыми Ольга Владимировна Волкова, народная артистка Витя Логинов, замечательный совершенно партнёр Мой по сцене, блистательный актёр, тоже телеведущий, радиоведущий Потому что он тоже в прошлом из наших И первый раз выйду здесь на сцену Поэтому для меня это очень всё волнительно Но, пометуя публику череповецкую, я думаю, что всё будет хорошо Наши многие слушатели, зрители, в том числе, интересуются Что появилось в жизни раньше, театр или радио? Радио в моей жизни появилось гораздо раньше Радио в моей жизни вообще появилось ещё, когда я была школьницей Сначала я пела в хоре радио-телевидения Это городская телерадиокомпания была в Ленинграде А потом я там начала работать на радио Вот тоже эта кнопка была, третья кнопка А потом уже появились другие всякие радиостанции В том числе коммерческие Ну и с 2001 года это русское радио Любимое, самое любимое Невероятно, Алла Довлатова сегодня у нас в гостях Вопрос лично от меня и от моей мамы, скажем так В начале 2000-х вы снимали в сериале «Тайны следствия» Вам досталась роль Альбины, главной подруги Главной героини Марии Сергеевны Переваловой Роль замечательная Сериал для зрителей старше 16 лет снимает уже третий десяток И вот спрашивают люди, куда пропала Альбина Любимая Если говорить о сценарной идеологии То они её отправили за границу Потому что Альбина была в самом начале Альбина появлялась потом в середине Это был 7-8 год И Альбина появилась в «Тайнах следствий», которые были уже Спецвыпуск был 19 век Да, это исторические тайны следствия Там она была не Альбиной, а там она была баронессой Забыла фамилию Фон Штольц Баронесса Фон Штольц И там она снова появилась, потому что это была тоже как бы новая заявка Но всё очень просто Здесь сценарий идёт от жизни Почему-то вот именно эта компания не хочет привозить артистов из других городов на съёмки Работает только с теми артистами, которые живут в Петербурге Это такой момент экономии Хотя в моём случае Экономия копеечная Исключительно на билетах Потому что у меня родители живут в Петербурге И я каждый раз, когда я приезжаю в Петербурге На спектакли, на какие-то гастроли На какие-то съёмки, мероприятия Для меня это всегда праздник Потому что это мой любимый город Я его очень люблю И каждый раз встреча с Петербургом для меня это подарок Поэтому, собственно говоря Это исключительно инициатива продюсерская И связана она с экономией денежных средств И всё То есть в данном случае Мнение не актёрское моё Не режиссёрское Не самое обидное зрительское Здесь никого не интересует Бывает, что сказать Такой вопрос Вы упомянули гастроли И Альбина всё-таки Преимущественно комедийный образ Вам что больше нравится играть? Драму или комедию? В театре, в кино? Вы знаете, в основном я играю всегда комедию Я помню, когда училась у своего мастера Игоря Петровича Владимирова Народный артист СССР Он мне когда-то сказал Несмотря на такую внешность Достаточно такую яркую Может быть даже героическую Запомни, ты характерная актриса И никогда не уходи от этого амплуа Это амплуа очень ёмкое Это амплуа очень богатое Это амплуа вечное Характерная актриса У неё жизнь гораздо длиннее На сцене, в кино, на экране У неё жизнь, ну столько, сколько Она длится столько, сколько длится человеческая жизнь Потому что смешные старухи Они всегда смешнее, чем старухи не смешные Чем старухи грустные Смешная молодуха Она тоже всегда достаточно обаятельна И привлекает гораздо больше внимания Поэтому всё, что связано с юмором Он мне сказал В тебе это заложено И ты должна это эксплуатировать На протяжении всей своей жизни А захочется тебе вдруг Там тебя стрельнет что-то в голову Сыграть Гертруду Ну ты всегда её сыграешь А когда будет тебе 150 лет Ну сыграй один раз Но от своего амплуа Комической и характерной актрисы Никогда не отходи В общем-то я слушаю своего мастера Я понимаю, что это был великий человек И не доверять ему у меня нет никаких оснований Ну и характерных героев любят гораздо больше Безусловно, потому что вот Я вспоминаю своих учителей Помимо Игоря Петровича Всё-таки это был большой режиссёр Мой один из основных актёров, учителей Товарищ, друг Хотя несмотря на то, что у нас Огромная разница в возрасте была Это Михаил Иванович Пуговкин И Михаил Иванович, сколько он в меня вложил Сколько он меня научил Опыт, которым он со мной делился Это, конечно же, ну, наверное, такой багаж Просто вот как будто бы я нашла Сундук с несметными сокровищами Мне вот было подарено тогда в Ялте Вот на берег мне это вынесло И, конечно же, с такими учителями Ну, грех мне двигаться в каком-то другом направлении Актриса, теле и радио Ведущая Алла Довлатова сегодня гостит в нашей программе Осталось теперь только три вопроса от нас Совсем короткий Блиц Вопрос первый Активный отдых или ленивый отдых на даче? Активный Второй Радиоспектакль Радиоспектакль Или игра на сцене? Игра на сцене Радиоспектакля никогда не было А игра на сцене, да, это упоительно Тогда желаем вам брать радиоспектакли И последний вопрос Нежные розы или хрупкие гортензии? Слушайте, и то, и другое Розы это мой цветок, а гортензия это моя младшая дочка Маша И у меня в саду и те, и другие цветы растут Я обожаю и то, и другое Тогда гортензия, розы, и другие не менее Очаровательные цветы найдутся в том букете Которые мы вам вручим совсем скоро В благодарность за те эмоции Которые вы заряжаете нас с экрана, со сцены Из радиоэфира, любимого русского радио Спасибо, что зашли к нам Нашли время заглянуть Нам было очень приятно вас послушать И я вас благодарю, дорогие коллеги Дорогие жители Череповца Алла Довлатова, актриса, телеведущая И ведущая русского радио Была сегодня в городской среде В студии для вас работал Костя Журавлев Благодарю всех за внимание Желаю, чтобы у вас все было хорошо И даже лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова